Продолжение следует... Что из исследований Топорова может следовать для тех учёных, которые заинтересованы в изучении митроизма, митроистической религии, религии бога Митры, которым Топоров довольно много занимался, в частности с точки зрения отражения самого слова, которое равносильно имени митро в славянских языках, в восточнославянских языках, в древнерусском языке в частности. Вот я начну с некоторых замечаний, во-первых, о религии митроизма, во-вторых, о самом имени митро, а затем о том, что Топоров открыл в связи с этим именем и в связи со славянскими языками, и что из этого может следовать для истории древнерусской и славянской религии и её связи с другими религиями Евразии этого времени. Итак, первый вопрос – это что такое митроизм, религия Митры? Это часть большой группы религий, которые сформировались на протяжении Средних веков, точнее, видимо, раннего Средневековья, или конца античности, которые совпадают с началом Средних веков. В это время в Египте наиболее активны были некоторые религиозные группы, которые мы сейчас объединяем общим понятием гностиков, гностицизма. Они давно привлекали к себе внимание, в частности, потому что в них, видимо, правильно видели такое довольно любопытное продолжение некоторых очень ранних черт древнеегипетской религии и, более того, науки. Я здесь не могу не вспомнить другого нашего замечательного учёного, ну, немножко более молодого поколения по сравнению с поколением, которому принадлежу я сам, и принадлежал Владимир Николаевич Топоров. Я имею в виду академика Владимира Арнольда, замечательного математика, сравнительно недавно умершего. Арнольд в последние годы своей жизни много занимался историей науки, историей математики, и пришёл к, по многому удивительным выводам, он пришёл к заключению, по которому многие важнейшие, перевернувшие наше представление о мире, математические идеи, которые мы часто связывали по традиции с именем Ньютона, на самом деле гораздо старше, и, по-видимому, Ньютон многое воспринял из той литературы, которую мы мало знаем, потому что её принято считать оккультной. Ну, например, есть такая книга «Изумрудная скрижаль» – собрание как бы тайных, секретных текстов. Она есть, эта книга в библиотеке Ньютона, вообще библиотека Ньютона описана, мы её знаем, в интернете есть много очень интересных сайтов, которые касаются Ньютона, его до сих пор неизданных многочисленных произведений, а также тех произведений, которые он сам изучал. Последние годы, последние десятилетия длинной жизни Ньютон посвятил преимущественно оккультным занятиям, в частности, алхимии. Эти рукописи сейчас есть в интернете, хотя их довольно трудно читать, они написаны на таком жаргоне, которым пользовались алхимики, смесь некоторых латинских слов новообразований. Так что не совсем было понятно, чем, собственно, занимался Ньютон. Если мы глубже войдём в это, как Дэвил Арнольд, ему принадлежат специальные работы Ньютона как целые эпохи в истории математики, мы можем обнаружить, что, по-видимому, Ньютон из этих оккультных книг извлёк некоторое древнее наследие, которое, возможно, восходит к древнему Египту. И в этом смысле начало тех гностических учений, которые мы, может быть, напрасно относили целиком к области только религии, надо скорее считать вообще одной из первых глав современного знания, понимания мира, в частности, и научного понимания. Многое в современной математике, оказывается, по Арнольду восходит к этому времени. Так вот, это то время, когда зарождается гностицизм, превращающийся постепенно по мере своего продвижения по сначала Западной Евразии, потом Центральной Евразии, то, что мы называем Средняя Азия, дальше – это Китайский, Туркестан, Циньцзян и Восточная Азия. Так вот, по мере того, как эти религии двигались в общем направлении на восток, ну, отчасти северо-восток, если говорить об их родоначальниках в Египте, по отношению к Египту – это движение на северо-восток, ну, и в общем вере на восток. По мере того, как это происходит, происходит превращение этих религий в разные варианты религии света. Значит, основное понятие – это свет. Ну, соответственно, много внимания уделялось, конечно, Солнцу и Луне. Я ещё раз напомню о Египте. Ну, все, вероятно, помнят, что одна из первых попыток создания современной, по сути, такой полунаучной, полуэлигиозной концепции, принадлежит египетскому фараону. Ну, знаете, египетские имена мы знаем в основном, на основе согласно-гласные, по-разному вставляются там. Но это имя, которое часто называют Эхнатон или Ахнатен. Наш выдающийся египтолог Перепёлкин считал, что это нужно читать как Эхнайот на основе позднейшего коптского чтения. Ну, вот этот Эхнатен или Эхнайот совершил первый грандиозный переворот в идеологии, заменив поклонение множеству богов монотеистической веры в один-единственный источник всех благ, которые у нас есть на Земле, это поклонение Солнцу. Эхнатон написал замечательное стихотворение, оно сейчас найдено в нескольких вариантах, в гробницах разных египетских властителей, вельмож его двора. Так что видно, что это широко читалось, такое популярное в то время произведение. Оно описывает, чем замечательно Солнце, как Солнце питает всё живое. Это отчасти религия, отчасти, пожалуй, научно… такой естественно-научный трактат о значении Солнца. Вы знаете, у нас был великий русский исследователь проблем, связанных с космосом, Чижевский, близкий друг Циолковского, основателя русского движения в сторону космоса. Чижевский к своим основным работам предпосылал, то есть начинал их с своего русского перевода стихотворения Эхнатона, посвященного Солнцу. То есть Чижевский понимал, что современные наши концепции Солнца, активности Солнца, которые влияют на наше поведение, в буквальном смысле влияют на количество преступлений, войн, революции и так далее. Вот эта регулирующая роль Солнца, она впервые была показана в стихотворении Эхнатона. Это начало. Это начало вот этому поклонению Свету, Свету, Солнцу, Луне, некоторым другим звёздам, светилам, но именно как источником Света. Эта религия Света распространилась по всей Евразии, и одним из главных её воплощений стал бог Митра. Поэтому правильно говорить в общем виде о гностицизме, как общее название всей этой религии, иначе её можно называть религией Света, иначе можно её называть митраистической религией или митраизмом. Теперь немножко о названии Бога, Митра. Что мы знаем о нём, и что это за название? Ну, прежде всего, откуда начинаются наши знания? Наши знания касаются XIV-XIII веков до н.э., то есть это, значит, примерно 3,5 тысячи лет назад, достаточно солидный срок. В это время впервые мы находим имя Митры как Бога. Это имя мы находим в государственном договоре. Договор заключил царь Хетского царства. Хеты – это народ, язык которого был индоевропейским. Они обитали на территории Северо-Малой Азии, современной Турции, примерно с рубежа 3-го и 2-го тысячелетия до н.э., может быть, и раньше. И на этой же территории находились части большой империи хурритов. На хетском языке их называли хурри, двумя р – хурри. Хурриты – это, как и хеты, удивительный народ, который завоевал довольно большие пространства к югу-западу от Кавказа. В частности, Северная Сирия принадлежала хурритам. И там сейчас проведены потрясающе интересные раскопки. Итальянский и американский археолог Бучилатти раскрыл тайны древнего основного города, столицы хурритов 3-го тысячелетия до н.э., то есть, больше 4-х тысяч лет назад. Хурриты были соперниками хетов в борьбе за землю вокруг и между Малой Азией и Сирией. То есть, грубо говоря, это Турция, Сирия и Ирак в современных географических, политических терминах. Одна из очередных войн закончилась мирным договором. Мирный договор был заключен между хетским царем и главным царем хурритов. Текст написан на клинописе, и в этом тексте царь хурритов клянётся именами нескольких богов, которые совпадают с богами ведической Индии, Индии времени, когда была составлена Ригведа, знаменитый религиозный текст ранней Индии. И представьте, что среди этих богов есть Митра, и он там не случайно, потому что это мирный договор, а Митра с самого начала – это бог мира и согласия. Это как раз та функция Митры, которую подробно изучал Владимир Николаевич Топоров, и я к этому ещё вернусь, говоря о работах Топоров по поводу имени Митра. А сейчас вот дополню то, что я уже сказал по поводу ведической Индии. Значит, это следующее, что мы узнаём о Митре. Мы узнаём, что Митра был богом какой-то группы населения, которая оказалась как-то связанной с управлением империи Хуритов на Ближнем Востоке. Но дальше эта же группа населения или родственная ей двинулась в Индию, и мы о них знаем по текстам Вед, и в Ведах Митра – это один из главных богов вот в этой своей функции. Знаете, кажется, Руссо, великий французский просветитель, первый ввёл понятие общественный договор. Всё, что мы делаем, всё, что в обществе происходит, как бы мы не относились к обществу, даже если мы склонны к анархизму, как многие в наш век, всё равно мы основываем наши действия на согласии с другими членами общества. Общественный договор – то, на чём всегда основано общество. Идеолог анархизма, великий учёный, князь Кропоткин, говорил о том, что основное в обществах не только людей, а даже и высших животных, основное – это взаимопомощь. И вот взаимопомощь или согласие друг с другом, мир в обществе достигается по представлениям древних наших предшественников по индоевропейским языкам, в частности, древних обитателей северо-запада Индии, это достигается благодаря покровительству бога Митра. Основа корня, от которого образовано имя Митра, по-видимому глагол, который в одной из своих форм в санскрите, в языке Вет, выступал в виде Ми или Май-Мэ, этот глагол означал связь, взаимосвязь, взаимный обмен. Знаете, позднее, уже в конце 19-го, начале 20-го века нашей эры социологи пришли к выводу, что одно из главных понятий, которые регулировали жизнь древних обществ, это был взаимный обмен. Одна часть племени или один член племени даёт дар другому члену племени или одна часть племени другой части племени и получают обратные дары. Вот такой взаимный обмен, обмен даров, это основное содержание общественной социальной жизни. наших далёких предков и вот богом, который обеспечивал функционирование общества с этой точки зрения, был тот бог, который в Древней Индии был Митра. Имя Митра известно не только в Индии, а известно у всех народов, которые говорили на индо-иранских языках, но иранские языки это близкие родственники индийских языков, они были распространены на больших территориях Древнего Востока, но в частности в современном Иране, но и к северу от него, где находились ираноязычные страны Средней Азии, то, что на древних языках того времени называлось Сагдиана, Маргиана и Бактрия. Вот эти страны говорили на разных иранских языках, и в каждом из этих иранских языков было имя Митра, но вот это сочетание Тр-Митра. Оно в иранском довольно рано изменилось, Т превратилось в Х, такое еле заметное при дыхании, то есть вместо Митр стали говорить Михр, а потом это Х тоже исчезло и осталось собственно сочетание Мир. И здесь мы переходим к существенным значительным открытием, которое сделал Владимир Николаевич Топоров. Топоров продолжил работу нескольких крупных ученых, которые еще в начале XX века занялись сравнением иранских языков, по мере того, как изучалось все больше иранских языков современности и средних веков, и оказалось, что много было языков иранской группы вот на той большой территории, о которой я говорил. И по мере того, как изучали эти языки, выяснялось, что явно влияние религии, культуры иранцев, говоривших на этих языках, было очень значительно для славян. Ну, пожалуй, краткая, наиболее позднее подведение итогов всем этим исследованиям, можно найти в одной из последних энциклопедических статей Топорова. Ветер Николаевич был мастер энциклопедических статей, и одну из них он написал для словаря славянской мифологии, славянских древностей, которые в нескольких томах издавался в Москве начиная с начала девяностых годов. И Топорову принадлежит статья «Боги», имелись в виду «Боги славян», поскольку это словарь славянских древностей. И Топоров там показывает, что вот в последний этап славянского язычества, поздней славянской религии, времен князя Владимира Киевского, этот поздний этап имеют дело с несколькими главными богами. По летописи мы знаем, что в X веке князь Владимир установил идолы, изображения нескольких главных богов около своего терема, около княжского дворца, в центре тогдашнего Киева, и мы знаем имена этих богов, ну и немного знаем о каждом из них. Оказывается, что примерно половина этих имен – это иранские имена. Ну, скажем, там был бог Хорс, который имеет почти точное соответствие в языке древних скифов, – это соответствие связано также со словом «хороший», обозначение «хорошего», с мифологической точки зрения, которое тоже заимствовано из языка скифов. Оба эти слова со значением названия бога и со значением понятия «хороший», «лучший», «добрый», «средвелигиозный» исчезления. Оба эти слова сохранились в современном продолжении скифского языка, это осетинский язык на Кавказе. Скифы обитали в Северном Причерноморье и в Крыму, они общались с древними славянами, особенно с восточными славянами, которые жили там же, и в это время многие иранские слова, в частности иранские названия богов, из скифского языка и из других иранских языков попадают в славянские. Топоров обнаружил, что среди этих названий иранского происхождения безусловно нужно иметь в виду, как иранские по происхождению, но славянские слова, нужно иметь в виду слово «мир», причём мир в двух его значениях. Мир как согласие, вот мирный договор, то значение, которое я описывал вам в связи с именем бога Митра, и значение «мир» как совокупность всего данного коллектива, всего общества, ну как например в русском выражении «решили всем миром». Что это значит? Это значит, что все крестьяне, которые живут вот в этом селении, собравшись вместе, решают что-то делать, и это называется «всем миром». Топоров показал, что это слово древнее индоиранское, он нашел точное соответствие в санскрите. Санскритское «вишва митра» означает «всем согласием, содружеством». «Вишва весь», «митра» согласие, общественное согласие. То есть идея общинного решения, общего согласия всех членов общества, видимо, одна из основных идей старой восточнославянской древнерусской религии, которая много значила для последующей жизни мира, деревни восточных славян до сравнительно недавнего времени, потом русская власть, которая привыкла все самые замечательные вещи уничтожать, уничтожила это замечательное свойство древнерусского общества, но долгое время оно все-таки существовало, и оно имеет иранское происхождение. Но я так, может быть, немножко не всерьез, но только отчасти не всерьез, замечу, что интересная часть разыскания Топорова касалась древнеславянских собственных имен, личных имен славян. Вы знаете, что большинство славянских личных имен это сложные слова, они состоят из двух частей. Ну, как мое имя, меня зовут Вячеслав Всеволодович, Вячеслав это Вяче и Слав. Вяче это древняя форма со значением лучший, высший, то есть, это какой-то человек, имеющий особую славу, молву о себе. Обычно речь славя, воинская славя, это древнее княжеское имя. А другое княжеское имя в моем отчестве Всеволод, которое означает тот, кто владеет всем, всем миром, как бы. Вы знаете, и то, и другое слово, которое я сейчас упомянул, имеют хорошее соответствие в германских языках, это интересная часть, вы знаете, что русская культура с древности воспринимала разные влияния, кроме иранского влияния, у нас несомненно было и сильное германское влияние, и одна из возможных форм собственных имен таких существенных людей, предводителей племени, было имя, которое означает тот, кто владеет всем данным коллективом, кому принадлежит вся эта деревня, или весь этот мир, в смысле деревня. и такое имя князя, это было имя Владимир. Оно не совсем полностью может быть названо связанным с иранским влиянием, потому что слова с этим же значением мы знаем в древних германских языках, и в какой-то степени то, что у нас есть такое древнее русское княжеское имя связано с всей проблемой викингов, древних скандинавов, их имен в России. Но тем не менее вторая половина имени Владимир, конечно, такого же происхождения, это я говорю, что это я полушутку говорю, но интересно, что Владимир Николаевич Топоров сам имел такое имя, поэтому у него были особые основания с интересом относиться к отражению этого имени, у славян. Теперь я перехожу к вопросу, который мне кажется особенно интересным, увлекательным, и в отличие от других вещей, о которых я сейчас говорил, я сам пока вам чёткого ответа на вопрос, который я задам, не имею, так что это я буду сейчас излагать скорее гипотезу и проблему, чем ответ на вопрос. гипотеза и проблема состоит вот в чём. Топоров обнаружил, что то иранское слово, имя, которое было связано с именем Бога, мира, согласия, Митра, было среди многих иранских слов, которые повлияли на славян. означает ли это, что славяне находились в каком-то контакте с иранцами, которые были носителями метраистической религии, потому что я вам сказал, что большое количество иранских народов и племён, говоривших на разных вариантах иранских языков, они имели религию, в которой было имя Митра. Я начал с того, что Митраизм это религия света, в частности религия солнца, религия почитания солнца, поэтому вас не удивит интересное частое развитие смысла этого имени у иранцев. Очень часто это имя уже в его иранской форме Михр или Мир получает значение солнца. То есть есть порядка десяти иранских языков средних веков, но также и некоторые языки нашего времени, в которых это главное название солнца. Причём солнца как существенного как такого образа, которому поклоняются религии. Это видно не только из языков, это видно из археологических находок. Везде, где есть центры метроистической религии на территории Евразии, в этих центрах так или иначе отражено поклонение солнцу, поклонение свету. Очень интересное метроистическое жилище сохранилось в Помпеи, около Неаполя. Знаете, там, где было извержение вулкана, и поэтому пеплом как бы припечатало ту жизнь, в которой тогда жили люди. Было одно секретное такое святилище метроистов Помпеи, по которому мы кое-что представляем себя о характере метроистической религии. Оказывается, святилищ, где поклонялись метры, в Европе было довольно много. Есть несколько французских учёных-археологов, я с ними находился в контакте, которые занимались подбором всех этих данных, но это началось довольно давно, может быть, кто-то из вас видел, у нас недавно переиздана замечательная старая книга французского учёного Кюмона о восточных религиях поздней Римской империи. То есть, это вопрос, которым начинали заниматься ещё в начале XX века, у нас этим интересовался Вячеслав Иванов, мой тёска, поэт, символист в своих замечательных исследованиях, касающихся Дионисом. Он немало писал о восточных богах в поздней античности и касался этой проблемы. И вот возникает такой вопрос. С одной стороны, был культ Митро и проявление Митроизма почти по всей Европе. Самая восточная точка, близкая к России, к Северному Причардоморью, это Крым. В Крыму найдены митроистические центры. Дальше на север пока не найдено. Но дальше на север жили наши предки по языку древнерусские, которые по выводам Владимира Николаевича Топорова безусловно знали поклонение Митро как главному, кто покровительствовал согласию миру в семье, в доме, в селении, в стране. И возникает вопрос, на который я пока не могу дать ответ, но который, мне кажется, напрашивается. А был ли собственно митроизм в Древней Руси, имеется в виду время, конечно, за какое-то время до не только принятия христианства, но и до последней реформы языческой религии Владимира. Владимир, князь, который много сделал для древнерусской религии, он сначала попытался восстановить культ нескольких богов, поставил иду этих богов. Это не дало достаточного результата, он увидел, что не получается создать такой государственный культ языческих богов. И тогда он пришёл к тому, что надо выбрать одну из главных религий того времени, и после некоторых попыток сравнил несколько религий друг с другом, пришёл к выводу, что византийское христианство, православие, это самое лучшее, самое красивое по форме службы в церкви, красивое по пению в церкви, по музыке в церкви, по искусству, которое есть в церквях и в самой архитектуре. И он предпочёл византийскую религию. Это всё сделал Владимир. А вот что было до Владимира? Какова была религия славян до Владимира? И напрашивается ответ, может быть, в России, как во многих странах Западной Евразии в это время, существовала какая-то форма религии святом, религии митра, и в таком случае всё, что я рассказываю, можно понять как некоторое обращение к археологам. Археологи, попробуйте осмыслить то, что мы знаем древнерусской, древнеславянской, доисторической археологии. Археология до времени, когда появилась письменность на Руси, потому что письменность появилась уже в момент принятия христианства. А что было до этого? Не было ли какой-то религии митраистического типа? Вот это вопрос, который, как мне кажется, прямо вытекает из работ Топорова. Теперь может возникнуть вопрос, всё-таки ведь у нас довольно много археологов копало и нашли некоторые интересные вещи на территории Древней Руси. почему до сих пор мы не получили ответа? Отчасти, я думаю, ответ часто зависит от вопроса. Почти никто не задавал этого вопроса, потому что до работы Топорова сама проблема метроизма по отношению к древнерусскому наследию не ставилась, а он поставил её в плане языка, в плане проникновение иранских названий метро в древнерусский язык и в древнеруславянский, а мы должны дальше ответить на вопрос, как это было связано с культурой в целом, насколько несомненный культ солнца и огня, который был в Древней России, насколько он был связан с явлениями похожими на религию огня и света в других частях Евразии. Интересный полуответ на этот вопрос заключается в таких именах славянских богов, как уже упомянутый мной Хорс. Такие имена славянских богов, как Хорс, Сварог, Сварожич, это имена, которые широко известны у западных славян, они все связаны с Солнцем, примерно половина славянских древних названий имен богов связаны с Солнцем, и вместе с тем это все те названия, для которых скорее всего нужно найти иранский источник. То есть в общем виде можно так сказать, что безусловно иранское влияние сказалось в названиях богов, которые были связаны с Солнцем и с огнем. А в таком случае почему бы не предположить, что и религия типа митроизма, то есть религия, в которой сам митро, главный бог, оказывается связанным с Солнцем, такая религия тоже была близка к славянской. Вот это вопрос, который, мне кажется, в скором времени должен найти ответ положительный или отрицательный, мы пока не знаем, но в любом случае будет интересно узнать, что же дают археологические источники в качестве ответа на этот вопрос. Владимир Николаевич Топоров исследовал также целый ряд целых сюжетов, например, сюжеты самых древних былин, вы знаете, что из самых древних былин некоторые, такие, как Святогор, описывают таких богатырей, у которых сами имена показывают, что это были люди, образы, которым поклонялись религии. Святогор имеет эту первую половину Святогор, Святогор это древний термин, о котором у Топорового написана большая часть его книги о святых на Древней Руси. Это то слово, которое отражается не только в русском и славянских терминах типа русского святой, но в литовском Швентас, в древне иранском авистийском Спента. по предположениям этнологов это нечто из области того, что называют этнологическим термином мана, то есть сверхъестественная сила. Вот эта сверхъестественная сила имела особое название, общее для славян, болтов и древних иранцев. И вот по-видимому это сверхъестественная сила, это то, что отличало некоторых героев древних былин, имеющих общие черты в древне славянском эпосе и в древне иранском эпосе. Но вот Топоров с этой точки зрения детально разобрал былину героя свято-горе. Вторая половина гор связана с названием горы, то есть это культ земной силы сверхъестественной. Но рядом с таким культом был и культ сверхъестественной небесной надземной силы, который, видимо, был связан с поклонением солнечным огневым богам. Значит, многое мы можем найти не только в языке, но в эпическом творчестве, а также, вероятно, и в сказочном творчестве. Мы вместе с Топоровым этим занимались в своей книге «Исследования области славянских древности», изданной в 1974 году. Мы там разбирали, скажем, русскую сказку из собрания Афанасьева, которая называется «Царь-огонь». Это такой герой, который может сжечь целое стадо, то есть это огонь в довольно опасном смысле, и можно показать, что слово «огонь» это древнее доевропейское слово, оно первоначально именно относилось к активному огню, как разрушительные силы, и его славяне ценили, чтили, были особые места в святилищах, посвященных огню. Одно такое святилище нашел наш крупный археолог Седов. То есть на самом деле археология уже давно двигается в сторону открытия славянского поклонения свету, огню, разным проявлением вот этой сверхъестественной силы. И в этом смысле, я думаю, работы Топорова, о которых я сегодня рассказывал, это как бы введение в целую очень интересную область исследования славянской мифологии. Меня могут спросить, насколько это интересно нам сейчас, когда мы всё-таки в основном в России имеем дело с людьми, которые в большей или меньшей степени связывают себя с христианством, с православием. Вы знаете, для истории русского православия, для истории русских христианских текстов вот эти вопросы предыстории славянской религии тоже очень интересны. Вот по какой причине. Когда Владимир принял решение, что он из разных религий, которые в это время были, ну как бы в его распоряжении, ислам, иудаизм и так далее, когда он из разных религий выбирает восточное христианство типа византийского, то сразу возникла проблема перевода этих текстов христианских с греческого и византийского языка на славянский. И вы знаете, что эта проблема была очень успешно решена. Почему ее можно было легко решить? По-моему, ответ на это ясный. Для того, чтобы славяне могли успешно и быстро перевести греческие православные византийские тексты на славянский язык, они уже должны были располагать достаточно богатым словарем разного рода понятия, которые можно было потом использовать в христианском смысле. И, по-видимому, такой словарь у славян был, мы не знаем древнеславянских языческих текстов, мы знаем только то в сказках, в эпосе, в былинах, что косвенно связано с этим наследием. Но достаточно этих наших знаний для того, чтобы предположить, что было накоплено уже достаточное количество важных религиозных терминов, отвечавших понятиям высокоразвитой религии. В этом смысле, я думаю, вот эта область исследования, о которой я рассказываю, она интересна, потому что иногда складывается впечатление, что славяне занимались поклонением богам такого довольно примитивного свойства. Вот это не так. И слово язычество в этом смысле может быть не очень хорошее слово, потому что оно может предполагать религию с большим количеством ещё достаточно первобытных богов. Вот этого не было. У славян была уже религия достаточно сложная, построенная по типу других религий Евразии этого времени, типа вот той же метроистической религии, где в центре стоит поклонение свету, солнцу и так далее. Вот я думаю, что это те вопросы, на которые наша наука вероятно в скором времени найдёт ответы, и эти ответы будут интересны прежде всего для славянского языка знания и истории славянской культуры, но также представят интерес и для сравнения позднейшего развития славянской мифологии и религии в сопоставлении с той болтославянской мифологии и религии основы исследований, которые тоже были заложены Топоровым, в частности, в его работах о прусских богах и прусской мифологии. Топоров наметил пути восстановления самой древней болтославянской религии, но также он показал и то, в каком направлении позже двигались славяне, вот возможно в сторону того, что я предложил называть метроистической религией. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok